Приветствую, друзья! Опять у меня пижамная вечеринка, где вопрос меня застал, там я, недолго думая, должна ответить, потому что пройдёт сейчас 10 минут, пока пойду прихорашиваться, всё, у меня уже ответа не будет. Здесь сейчас, неважно в каком состоянии, пришло что-то, например, желание любое, да, надо сделать. И пофиг вообще, что происходит вокруг. Так, вопрос на YouTube, мне девушка написала. Я такие темы ещё не освещала, но попробую. Благодарю, Нелли, за эфир. Эфир был 2021 года, про депрессии, страхи, ревности, как это решать. Вот она пишет. Благодарю, Нелли, за эфир. Вы меня вывели из острого состояния депрессии в радость. Правильно ли я понимаю, что все наши проблемы по жизни, это когда душа хочет одного, а ум другого, и в жизни начинается, как в сказке «Лебедь, рак и щука». Ну да, наши желания несогласованные ведут между собой борьбу, естественно. Нам-то выгодно, допустим, не иметь денег, нам-то выгодно, допустим, не иметь отношения, а он-то хочет этих отношений, ему-то хочется денег. Но у души другие планы, потому что выгод, почему мы не имеем чего-то, больше, чем просто иметь эти деньги или иметь отношения. И, конечно же, здесь надо порешать вопрос, какие выгоды в том положении, в котором я сейчас нахожусь, чтобы прийти к принятию этой ситуации, то есть туда, блин, ну реально выгодно, я же увидела эти выгоды. Дальше, какой опыт в этих выгодах, потом мы находим шаблоны там какие, которые способствуют этим выгодам. Страхи какие, работаем со страхами, работаем с шаблонами, находим целое. Когда мы понимаем целое между крайностями, почему это одно и то же, мы уже можем пользу оттуда вытащить, где применить. Когда мы находим применение, мы формируем привычку, потом эту привычку ходим и транслируем в течение хотя бы двух месяцев, чтобы она заикарилась у нас. То есть трансформируем шаблоны через непонятные образы, чтобы якорь повесить на странную непонятную картинку. То есть там целая схема работы, да, она долгая, тяжелая, но очень эффективная. Вот, и значит, жалко, я не вижу имени в YouTube, но душа все равно сильнее ума. Ну, естественно, ум вообще не имеет никакой силы, но мы ему отдали силу и отдали брызды правления. Понятно, что мы ему свято верим, потому что он очень такой хитрый. Нелли, если вам не будет сложно, подходим к вопросу. Можете ли вы подсказать мне, на меня совершаются магические атаки? Агрессивный эгрегор нападает на меня за то, что я плохо думаю о членах этого эгрегора. Но я не могу не думать плохо, и получился порочный круг. Что можно сделать, чтобы выйти из этой ситуации? Так вот, я принимаю, что в нашей реальности есть эгрегоры. Это некие сущности, но не в том плане, что это какой-то чёрт, который там желает нам зла, собирает энергию, нами управляет. Нет, это энергоинформационное поле, которое держится благодаря некой группе людей, которые постоянно подпитывают своим вниманием одну и ту же какую-то идею. То есть это, можно сказать, мыслеформа, которая у многих в одну сторону. Допустим, есть эгрегор любви, эгрегор семьи, эгрегор отношений, эгрегор любой работы, предприятия, эгрегор каких-то убеждений. Офигенный эгрегор, самый сильный, самый мощный, мне кажется, мощнее нету. Это эгрегор, сейчас скажу, еды. Помните фильм и книгу Пелевина? Я не помню, как же она называлась. Книга к фильму. Там, где люди ходили, кушали что-то, и у них появлялся эгрегор, управляющий этим человеком. Эгрегор фастфуда, либо эгрегор вещизма, каких-то вещей какого-то бренда. То есть вот бренды над головой ходили, да, и они управляли людьми. Офигенно наглядно показана работа эгрегора. Так вот, ещё есть другая сторона медали. Любая наша правда всегда находит подтверждение. Она самоподтверждающаяся. Во что бы мы ни верили, куда бы фокус внимания ни держали, мы себе подтвердим, материализуем подтверждение, чтобы ещё раз подпитать это убеждение, сделать его ещё сильнее, ещё крепче. И когда мы попытаемся уйти от этого убеждения, нас эта нейронная связь в голове просто не пустит в другую информацию, не пустит разрушить себя. Потому что эта нейронная связь, она тоже живая. То есть у нас в организме каждая клеточка живая. Нейронные связи — это целый организм из нейронов каких-то, как сказать, убеждений, которые собираются в какую-то большую общую мыслеформу. И эта мыслеформа, она живёт своей жизнью. Естественно, если вы попытаетесь этот шаблон, программа, вот мы как раз это и трансформируем с вами на курсах или на консультациях, или вот бесплатно куча в книгах техники дала бесплатно. Если бы не это, ты точно был бы счастлив, рекламирую книжку. Там полностью пошагово вдруг сотрансформировать вот эти нейронные связи. Когда мы убеждаем, что мы не будем тебя разрушать, но при этом мы просто найдём тебе более эффективную пользу, где ты будешь подпитываться энергией от меня ещё больше. То есть мы тебя не убьём, не будем разрушать, потому что как только мы попытаемся наше убеждение разрушить и скажем, не, это не так, наша нейронная связь начнёт защищаться. Это будет борьба, это будет огромный выброс энергии для сохранения вот этой вот устойчивой связи. То есть она защищается, это сущность, которая, каждая мыслеформа, это, можно сказать, сущность. Она живёт реально своей жизнью, как живая любая клетка в нашем теле. То есть это физика, ничего метаэзотерического, это просто биология, я даже не знаю, как это сказать. Мне просто говорят, что Нелли, типа, это не научный метод. Ну как же это не научный метод? Это прям целая наука, блин, нейронные связи, клеточки, имеющие своё собственное сознание. Когда эта клеточка живёт, она живая, то есть отдельная клетка, она размножается, она питается, она очищается. Почему мы не можем сказать, что мыслеформа, то есть клетки нейронной связи неживые, мёртвые, мы же не можем так сказать, они тоже живые. Они тоже хотят жить, а живут они за счёт электричества, энергии, которые мы подпитываем своим вниманием. Стоит разрушить нам эту мыслеформу, попытаться, эта мыслеформа начнёт защищаться и подкидывать нам такие ситуации, где мы будем обратно возвращаться и укоренять этот шаблон в этом убеждении, что да, действительно так и есть. То есть только я захотел мнение о чём-то поменять, включается эта нейронная связь, типа нет, не отпущу, ты же хочешь меня типа убить. Ну грубо говоря, да, я конечно утрирую, не так мыслеформа думает вообще, если у неё ум, мы не знаем, но скорее всего нет. Но это просто живой организм вот в такой форме. Естественно, он будет подкидывать, так как мы мир строим в проекции своего умышления, как раз-таки вот это вот мыслеформа, это тоже часть нашего умышления, которое строит свою проекцию мира. И вот представьте, она начнёт нам строить такие проекции, где мы будем смотреть, действительно, а чё это я решил подумать о другом? Нет, это так и есть, как я и раньше и думал. То есть она обратно нас втягивает, чтобы мы её подпитывали своим вниманием. Когда мы трансформируем шаблоны, мы что делаем? Мы, конечно, не говорим там, так, шаблон мышления, сейчас мы тебя попробуем по-другому использовать, мы не будем тебя разрушать, нет, мы так не разговариваем. Но это подразумевается, что шаблон умышления, ум через ум, мы даём понять о том, что никаких разрушений не будет, но это же тоже часть нас, и убивать мы себя не собираемся. Мы просто будем давать ещё больше внимания, то есть ещё больше энергии, эта связь ещё больше будет крепчать, будет ещё больше жизнеспособна. Но применение просто ей другое дадим, которое полезно всему организму, а не только выгодно вот этой неродной связи, в которую мы один раз уверовали на каком-то старом опыте. Вот. А сейчас мы перетрансформируем, то есть переосознаём, всё оставляем так же, ничего не отрицаем. Просто засунем этот пазлик в ту часть картины, да, где и место, а не где там она сама решила нарисоваться. Так, дальше. То есть мы выяснили сейчас этим вопросом, что да, есть эгрегор, люди, особенно какие-то там особо верующие, можно так сказать, у них сильная энергетика. Если это поле людей, да, они создают общий эгрегор. То есть это не только, мы все связаны, понимаете, мой мозг не ходит отдельно от мозгов других людей, мы все связаны с каждой песчинкой с вами, по телепатическому каналу передаём информацию, мы всё время передаём органами чувств, мы информацию передаём всем, кожей, блин, даже, там, запахом, чем угодно. Ну, конечно, чувства — это самый большой и мощный поток энергии, информации. Так вот, мы связаны с этими людьми в одну мыслеформу, получается, да. И эта мыслеформа, естественно, если что-то мы делаем не так, она начинает всем давать, ну, чего там она давать-то? По шапке она начинает давать, если кто-то влазит в этот эгрегор и пытается, как червяк, ну, там, таракан, внести в свою лепту, как какая-то бактерия, я не знаю. Ну, то есть для вот этого эгрегора это просто инородное тело, которое вмешивается туда и говорит, нет, вы плохи, нет, это не так, это так не работает, да вы не то. Этот эгрегор людям ничего делать не надо. Даст по шапке, свяжется с мозгом, даст по шапке человеку, который влезает, да, и пытается этот эгрегор убить. Отрицает факт его существования, что не в том, что он просто существует, а в том, что ему нельзя существовать, то есть это всё плохо, то есть отрицает. Но этот эгрегор тоже часть нас, тоже часть того человека, который отрицает. Это тоже какая-то его зеркальная сущность, это тоже его уроки, это тоже его опыт. Так вот, вернёмся к самоподтверждающейся правде. Нам надо с вами поменять точку обзора, смотреть на мир по-другому, чтобы наше мышление осталось при том же мышлении, но начало смотреть с другой стороны. То есть мы сначала смотрели на фасад здания, а нам надо увидеть здание целиком. Мы уверовали, что это только вот это жёлтое здание, оно такое вот жёлтое с выходными дверями. Но если мы его обойдём, мы увидим, что сзади оно там зелёное, по быкам серое, там дверей нету, там есть окна. То есть мы начинаем здание обходить и видим, что моя вера в то, что оно жёлтое, оно уже начинает колебаться. Но она действительно, часть есть такого жёлтого, часть есть с дверью, но остальные части, они не такие. И целые, это вообще другое, не то, что я представляла. Так вот, этот эгрегор, он часть какого-то целого. И вы смотрите на него, как на нечто плохое, на эту сущность, которая вам вредит. А вредит она, потому что вы пытаетесь влезть к тем людям, которые этот эгрегор поддерживают, и влезть в сам эгрегор, который вам хочется разрушить, потому что он не имеет права на существование. Естественно, по шапке получаете. Нужно обойти это здание вокруг и взглянуть на эту ситуацию по-другому просто. Возьмём точку обзора, то, что я творец, всё есть часть меня, всё есть проекция меня, всё мне зачем-то нужно, для чего-то в этом есть для меня польза. Я притянул вот это вот всё для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть всё, что мне не нравится, что во мне такого есть ресурсного, а я этим не пользуюсь, потому что мне это не достаёт. Все вот эти недостатки, которые мне не нравятся, это мне не достаёт использовать эти ресурсы. То есть эгрегор вместе с этими людьми вломились в вашу жизнь для того, чтобы вы просто взглянули в своё зеркало и увидели, каких частей вам не хватает. Вот когда вы смотрите на эгрегор, он для вас, вот вы написали, агрессивный эгрегор. То есть вы отрицаете агрессию, а это ваша часть, это ваш талант, который нужно использовать. Просто вы создали в себе просто зеркало Микки Маусов в виде людей или людей в виде Микки Маусов, неважно. Вы создали отражение в зеркале, чтобы на себя посмотреть. То есть поменяйте вашу правду, это не эгрегор на вас влияет, вы сами на себя влияете, глядя на него, он просто показывает, что внутри вас происходит. То есть вы просто поменяете точку обзора на это. Соответственно, эгрегоров никаких в реальности мучающих вас не будет, как не будет этих людей, которые будут подставлять вам подножку. Значит, смотрим на эгрегор и задаём себе вопрос, что они мне показывают? Какие чувства во мне вызывают? Что мне не нравится? Выписывайте список. Первое, агрессивный, агрессию показывают. Я-то не агрессивная, я же добрая, хорошая. Вся такая позитивная. Ну, то есть я вообще классный человек. И вы отрицаете все противоположные части. Но дело в том, что у всего целого есть стороны. Вот это хорошее, а это мы наделили плохим. Но одно без другого не может. Это есть целое. Хорошее в плохом. В плохом есть хорошее. В длинном – короткое. В коротком – длинное. В агрессии есть… Что у нас противоположное? Дайте я посмотрю на YouTube антоним. Что-то я не могу сообразить. Агрессия – антоним. Благодушие, союзничество, благосклонность, спокойствие, доброта, человечность, радость, покой, поражение, дружественность. Это антонимы противоположные агрессии. То есть благодушие. Но дело в том, что агрессия – это и есть благодушие. Благодушие – это тоже есть агрессия. Вам нужно путём рассуждения понять, почему это одно и то же. Почему это является целым. Почему оно неделимо. Почему одно от другого никак нельзя отделить. Вы вот эти стороны, ну, допустим, это медалька, ну, не важно, банка. Начинайте вот так вот. Я хочу вот эту агрессию от себя убрать. А вам в зеркало показывают, агрессия – это твоя. Это ты внутри, агрессивная, просто пытаешься это от себя отрезать. Ты так отрезала. Сторона как была, так и осталась. Ты вот хоть сколько кусков напили, вот эта сторона, она остаётся в таком же диаметре. Чем больше доброты, тем больше противоположного. То есть стороны всегда равноценны. И невозможно отрезать от себя какую-то часть и отрицать её, чтобы её заметить. Так как это наш ресурс, который мы не используем с пользой, он не хороший, не плохой. Как и вот эта сторона, которая выпячивается. Эта крайность, это шаблон. Это то, что нам не даёт двигаться. Это то, что нам не даёт исполнять свои цели. То, что нас всё время устанавливает от движения, от энергии, от этого потока жизни. Вот эти все крайности, в которые мы выходим, вот сюда перешли в крайность, это отрицаем. Либо в обе крайности можем войти, тоже хреново. Надо с вами безоценочно наблюдать, почему вот это вот классно, вот это вот классно. Ничего здесь нету хренового. Оно просто есть, даже не классно. Даже классно тоже это хреново. Почему оно всё нейтрально, и где надо, в каких-то ситуациях, каждую сторону я могу использовать с пользой. Если понимаю, что это просто нейтрально. Как это вот атомная энергия, да, она нейтральна. Но она не хорошая, не плохая. Её можно и в мирных целях использовать, а можно и в боевых. Как использовать молоток? Можно им кошку убить, а можно гвозди забить. То есть всё есть инструменты. Каждые вот эти чувства, которые мы отрицаем, они есть инструменты. И, кстати, вы смотрели видео 2021 года, посмотрите мои последние видео декабрьские, там целых много. И там как раз про это тоже очень много я рассказываю. Так вот, вам надо признать в себе ту застрявшую часть, которую вы не видите, агрессивную, которую вы спрятали в чулане своего подсознания, и вытащить наружу. Потому что отрицая это, вот это вы тоже не получаете. И не видят вас люди вот этого благодушия, и не можете выделиться этим благодушием, потому что вы агрессию свою закрыли. Приходит просто ситуация к вам. Это не эгрегор на вас влияет, а это вы создаёте эти ситуации, чтобы себя растормошить, чтобы у вас уже злость кипела, чтобы вы уже наконец-то решили это решить, чтобы вы решили на это обратить внимание. То есть вас эта ситуация просто пытается вытянуть и помочь вам. И даже этот эгрегор является вам учителем, и эти люди являются вашим учителем. Ничего в этом мире нету бесполезного и ненужного и плохого, понимаете? Ну, точно так же, как и хорошее мы наделяем сверхважностью. Хотя практически всё хорошее, когда мы вот это ещё отрицаем противоположное, всегда не впрок никому, потому что мы там для кого-то хорошее отбираем у них опыт развиваться. За них всё там сделали, там помогли, люди просто не прошли свой опыт. Даже хорошие вещи многие, там благотворительность какая-то, можно на пользу благотворительностью заниматься, а можно в минус. И большинство людей занимается в минус. Они ещё больше плодят своим вниманием больных людей, там каких ещё, несчастных. Своим вниманием, потому что они хотят быть спасателями. А кого спасать, если нет? Придётся создать себе несчастных жертв, чтобы спасать. Вот, то есть выпячивание и одного, и второго – это всё перебро, перебор. То есть зло – это перебор добра, понимаете? Во, перебро – зло – зло. Перебор добра. Тогда мы перебрались с этим. Так, вернёмся к агрессии. Где вы можете использовать агрессию на пользу? Ну, во-первых, сначала вы рассуждаете, почему агрессия и есть благосклонность. Иногда с агрессией можно отстоять свои границы. Иногда с агрессией можно психануть и сделать свои дела. Вот лежали вы на диване, блин, полгода, и никак не могли ничего начать. Но вот именно агрессия у вас просто, вот когда уже в такую яму попадаете, на такое дно, и это дно даёт вам оттолкнуться. Вы с агрессией идёте и переделываете все дела, которые год копили за один день. Потому что агрессия – это выброс энергии, это ваш адреналин, это уже когда всё уже безысходно, мне уже срочно надо искать выход, я уже засиделся. Агрессия – это офигенное чувство. И вам эту агрессию надо использовать во всём. Ходите в течение дня, несколько дней, недель, и ищите во всём, что вы можете сделать с агрессией. А драй-тюнитаз прямо с агрессией – это просто выброс энергии. Это не плохое слово, это мы его наделили своим вниманием, что оно плохое, потому что отделили его от благодушия. Но если соединить, то благодушие – это та же агрессия. Мы со своим благодушием человеку не даём, опять повторяюсь, опыт проходить какой-то. Со своим спокойствием, допустим, не даём человеку проявиться, настолько спокойно нам всё пофигу, у нас нет желаний и каких-то требований. У того нужность пропадает, да, он никому не нужен, он несчастный поэтому. То есть здесь нам нужно с вами рассуждать. Рассуждения у всех разные. Рассуждать каждый будет по-своему. Придумывайте какие-то образы, на которые будете опираться при рассуждениях, непонятные. Потому что если вы будете рассуждать, почему агрессия – это благодушие, у вас сразу будут всплывать картинки прошлого опыта вашего жизненного пути, и вы будете к ним прикладывать. Но в прошлом опыте, в прошлых зданиях нет ответа. Вам нужно его заново создать. Для этого придумываем вообще какую-то хрень, летящий утюг. И потом смотрим на летящий утюг и спрашиваем себя, где здесь агрессия, да. Как мне увидеть агрессию, а как благодушие? Как на примере летящего утюга реально? Можно понять, вот здесь агрессия, а вот здесь благодушие. Как я разделила эти понятия? На что я опираюсь? Какие мне мысли подсказывают, что это вот это вот, а это вот это вот? Ну как я это разделила? То есть ходите, думайте, 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 пока вам не придёт, что… А разделений-то нет никаких. Одно и то же. Что в благодушии есть агрессия. Что в агрессии есть благодушие. И когда вы с агрессией идёте и делаете, с радостью. Я вообще люблю агрессию. Агрессивно вам сейчас рассказываю вот эту историю, прям агрессивно, чтобы вы поняли. Агрессивно это не с матами, а с выбросом вот этой вот энергии. То есть мне хочется, видите, руками машать, вот так вот двигаться, эмоционировать. То есть агрессия — это просто чувство, которое не имеет ни плохого, ни хорошего. И также, продолжая отвечать на вопрос, берём список и пишем, что для меня есть этот эгрегор. Что мне показывают, что мне показывают эти люди. Они там плохие, значит, надо выписать шаблон «плохой», противоположный антоним найти «хороший» и задавать себе также вопросы. Почему «хорошо» — это «плохо», а «плохо» — это «хорошо», «хорошее» — это «плохое», а «плохо» — это «хорошее». Почему? В каких ситуациях? Как это применять? Где? Дальше, что тут ещё? Порочный круг — это безысходность. Шаблон у вас здесь есть. Это порочный круг. Ну, типа, безысходность, ничего не решается. Вообще никак это не решить. Вы берёте этот порочный круг, разрываете. То есть, порочный круг — находите антоним. Почему это одно и то же? Порочный круг и не круг вообще нифига не порочный. Противоположное. Почему это одно и то же? Рассуждайте. Это капец как интересно. Вы просто не представляете, сколько вы щёлкнете себе шаблонов, которые вас перестают просто тормозить. И такой эгрегор. Блин, ты меня принял. Ты принял в себе эту агрессию. Ты принял плохое. Ты принял всё, что я тебе показывал. Блин, молодец. И вообще больше о тебе думать не будет. Ну, то есть, ты молодец. Ты пришёл, получил опыт. Посмотрел на себя, как в зеркало на этого эгрегора. Только на себя ты посмотрел, да, через зеркало эгрегора. Через зеркало этих людей. И увидел в себе, что не замечаешь. Ты творец, сам создал эгрегора. Это твоё творение, твоих рук. И этих людей притянул их в свою реальность для того, чтобы они поиграли в кино для тебя, как в театре. Чтобы ты посмотрел эту пьесу, эту сценку. И с кайфом такой увидел для себя результаты этой сценки. Ну, то есть, для чего она вообще была, да. Какой в ней смысл. А смысл в том, чтобы ты увидела те части себя, которые тебе не нравятся, которые ты отрицаешь, которые для тебя считаются недостатками. Это то, что тебе не достаёт. Вот. Ещё что хотела добавить. И я уже записала новогоднее обращение, там тоже это добавила. Мы сейчас переходим в эру водолея 23 марта. Вот сейчас Новый год, это как репетиция. Подвести свои итоги. И потом ещё будет у вас там 3 месяца порешать свои вопросы. Оставить весь груз в прошлом, чтобы его не тащить в новую эру. И не тащить вот эти все шаблоны, потому что эра водолея – это вода. Это просто мощный поток и скорость, которая во все щели затекает, растекается. И это будет настолько мощнейший год вхождения, а потом ещё это всё понарастающий будет. Когда время будет настолько быстро ускоряться, вы будете даже не успевать думать, что с вами происходит. Потому что всё будет вот мгновенно подумали, оно раз и решилось. Если вы войдёте в этот год с шаблонами своими, да, где вы всё отрицаете, не принимаете, не знаете, как использовать. Прикиньте, как мгновенно это все шаблоны просто начнут дичь творить в вашей жизни. Почему все сейчас ещё говорят, что этот год, где вы будете собирать плоды, всё, что вы за все годы нажили, куда силы свои внимания положили, что посеяли, то и пожмёте. Пожмёте, пожмёте, и пожмёте, и пожмёте. То есть вы будете собирать результаты всех своих плодов. А ваши результаты какие? Сидеть и всё отрицать. Сидеть и консервировать себя в этих шаблонах, в этих программах. И шаг влево в расстрел. И это я не принимаю, и это не моё. И часть от себя вот так отсекаем. И груз вины и обид ещё и тащим. То есть представьте, вы заходите с этими шаблонами в Новый год, по чуть-чуть уже начнёте замечать после Нового года, а потом, когда вы в Водолее зайдёте, вы просто офигеете от того, что будет происходить. Вот. Это первое. Второе. Вы ещё с собой груз несёте, да, там, обиды, страхи, перекладывание ответственности на других. Это вот они виноваты, там, критика. Вот этот груз весь, ну, умножается. Ваши плоды будут умножаться настолько, вы просто не представляете. Вот насколько поработали, вы получите это в таком масштабе увеличенном. То есть вы прибыль и зарплату получите в офигенных масштабах. Но если у вас была одна убыль, да, что вы получите, вы такие минуса получите. Так вот, вам нужно успеть до эры Водолея свои все... Простите. Все грузы снять с себя, проработать страхи, проработать вину, проработать сожаления, проработать шаблоны. Во-первых, чтобы это всё не тормозило, не умножалось, так как ещё на скорости всё будет очень быстро делаться. А вы представьте, вы себя тормозите. Вы не будете успевать за этим миром. Вы будете отсталы, пока время вас просто не сотрёт в порошок. Потому что, прикиньте, время вот так увеличится, оно уже увеличивается. Неужели вы не замечаете, насколько скорость всего просто в таких масштабах каждый год увеличивается. И просто мы даже не успеваем моргнуть, там уже это, и это, и это, и это произошло. Там уже столько изобретений. Только кто-то о чём-то подумал, раз уже книжка издалась. Раньше это всё годами просто вот строилось. А сейчас вот просто ты подумал, реализовал, у тебя уже через неделю проект. Уже через неделю ты собираешь сливки. Всё быстро происходит. Точно так же. Только пронегативил, всё, ты в депрессии на полгода. И всё дальше, и дальше, пока тебя кто-то за уши не вытащит. И вот этот год, это будет страшный год, очень страшный год для тех, кто остаётся в старом сознании. И охренительный год, кто переходит со временем этим, с новым сознанием, да, в новый год. Вот и подумайте, общество разделится. Вот увидите. Дальше. Поработать с шаблонами мышления у меня бесплатно. Возьмите книгу для чего? Не для чего. Возьмите все мои книги. Для чего богу деньги? Старую версию, либо новую, которая сейчас выйдет. Ну, перед новым годом я уже, наверное, не успею, после нового года, в первых числах. Вот. Возьмите, почитайте про курение. Слово «курение» заменяете любой пагубной привычкой. Еды, там, алкоголь. Просто слово «курение», где я пишу про курение. Курить нельзя бросить книжка. Чтобы избавиться от своих старых привычек и не тащить их туда, потому что можно любую привычку в этой книге заменить. Ну-ка, и читать будете, как про эту привычку. Возьмите, почитайте про наши болезни, чтобы вы осознали, да, там, «Онкология, сахарный диабет» на примере. Ну, и там про другие все любые заболевания. Ну, это книга ещё и про то, как работать с мышлением. Плюс, если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Работа с мышлением пошагово. То есть это... В Турции это просто прийти в кафе, заказать себе, чтобы вы понимали, маленький тортик с кофе. Я не знаю, сколько сейчас в Москве тортик с кофе. Да, книжка стоит дешевле тортика с кофе. Или просто даже в каких-то кафе чашка кофе. Неужели, ну, как бы я на этом сильно не обогачусь. Ну, насколько вы богаты станете, это раз. Я книжки выпустила как раз-таки, чтобы с каждым индивидуально не поработать. Чтобы вы читали, блин, и смогли поработать с этими шаблонами мышления. Это первое. То есть возьмите книжки, прочитайте. Во-вторых, у меня YouTube забит 500 видео, где я везде хоть один шаблон, но какой-то разбираю. В каждом видео примеры разборов шаблонов. Бесплатно смотрите, не пересмотрите, меняйте своё сознание. И про чувство вины, и про страхи, и про… Кстати, книга и про страхи есть, и про наше внимание. То есть у меня все книги – это кладезь, честно говорю. Я крутая в этом, написать круто книги. Но опять же, если вы сомневаетесь, да фу, кто она такая и так далее, вы пойдёте в этот мир, в новую эру водолея, вы просто охренеете. Да, и вам уже будет поздно потом говорить. Потому что вы уже с чем войдёте, вы от этого уже не избавитесь. У вас последний шанс избавиться от груза. Вот три месяца у вас осталось. Дальше вам практически невозможно будет решить вопросы вот эти вот тяжёлые. И ваша вина так и останется с вами, сколько бы её потом не прорабатывали. Я вас не пугаю. Вы можете сами прочитать про эту эру водолея. Миллион людей разных профессий, астрологи. Все пишут по-своему, но суть у всех одна. И я вам говорю, если скорость увеличивается, и вы заходите с этими шаблонами, которые вас тормозят, ну что вы тогда, да, вот сами подумайте. Скорость увеличится, а вы себя тормозите. Вы вообще уедете далеко. Ну то есть вы на таком отсталом уровне будете. Вы просто себе не представляете. А если вы груз ещё тащите с собой, так вы вообще, блин, на месте там остановитесь. Всё в мире развивается, а вы не будете успевать за этим, за ничем вот просто. И за всем, и за ничем. Просто не будете успевать. Я почему так агрессивно сейчас говорю. Ребят, вы просто подумайте своей головой, времени мало осталось. Книжки практически бесплатные. Половину книг бесплатно прочитаны, и половину... Все книги я прочитала бесплатно наполовину. И в текстовом варианте бесплатно раздаю наполовину. Возьмите все книжки, скачайте до половины, прочитайте, или послушайте, или посмотрите видео бесплатно. Вам зайдёт, да, вы её дочитаете, купите. Ну что там, вот эти вот 400 рублей, или там сколько разная цена. С Нового года, кстати, я повышаю цены. На маркетплейсах все книжки продаются в печатном виде. Ну не все. Бру не все издала, есть те, которые не подходят по требованию. Мало страниц, я их буду после Нового года дорабатывать, чтобы их на маркетплейс отдать. У меня под видео этим будут ссылки на каналы. Зайдите, посмотрите. Там есть чат-бот, где всё меню со всеми книжками. Дальше, видеоканал в Телеграме. Я дублирую все видео с Телеграм-канала на Ютуб, и не все. У меня на Телеграм-канале видео намного больше, и выходят они первыми. Например, в один день у меня 5 видео может выйти, 5 серий в Телеграм-канале. А потом я каждый день по одной в Ютуб выкладываю. То есть, понимаете, да, у меня Ютуб отстаёт. То есть, перейдите туда, и там очень удобный поиск. Вы набираете в поиске любой хэштег, слово, деньги. И вам выпадут все видео со словом «деньги». А ещё я тайм-коды везде писала. Но последние три месяца у меня нет тайм-кодов, некому этим заниматься. Если был бы человек, который помог бы написать, было бы круто. Отблагодарила бы, чем хотите. Так вот, тайм-коды ещё покажут, где, на каком отрезке времени я говорю про деньги. Где я говорю про злость, где я говорю, как работать со страхами, где я говорю бесплатно. Ребят, бесплатно. Я вам сейчас реально не продаю. Дальше что? Пошли уже платные. Если вы не хотите сидеть, копаться в видео, если вы не хотите копаться с книгами, есть статьи. А, ну, читать вы тоже не хотите, да? Есть аудио статьи слушать. Ну, если тоже слушать не хотите, это же нужно время, да? За три месяца вы объём информации этот не освоите, потому что я... Людей уже пять лет, кто со мной, да? Они изучают до сих пор, и ещё им идти и идти. Но уже груз всякой херни у них отсутствует. Они с лёгкостью идут изучать, впитывают как губка новую инфу постоянно, да? Вместе со мной. Вот. Ну, им легче, конечно. Новичку за три месяца, конечно, это будет тяжело. У меня есть для этого курсы. И вот у меня есть курс просто копеечный, который я создала в декабре, можно было в него записаться в любое время, и сейчас можно записываться там до середины января, потому что до конца января он у меня идёт. И сейчас он на стопе, потому что люди добавляются, добавляются. Мы трансформируем все шаблоны там, мы просто вместе трансформируем шаблоны. Мы берём вот эту вот агрессию и добродетельность. Я показываю, как его трансформируют. Задаю наводящие вопросы, каждому участнику отвечаю. То есть если вам так надо. Есть консультации. Ну, консультации у меня на стопе, у меня расписан весь январь, а потом 17 января у меня не будет интернета, только мобильный, который там трафика чуть-чуть. Пару месяцев я буду не на связи. Не получится на видеоэфиры выходить только в кафе. В кафе не могу, шумно, музыка и так далее. Вот, то есть у меня будет мобильный интернет, который не потянет. У меня-то и домашний часто бывает, что нихрена не тянет. Так, поэтому с консультациями, не знаю, может быть, ещё пять консультаций, часовых могу взять, а вот индивидуальную работу долгую, да, я не могу взять. С марта только буду брать, когда мы уже в Эру Водолея залетим. Вот, поэтому идите на курс, берите книжки, смотрите бесплатные видео. Есть ещё магическая таблетка у меня офигенная. Ну, всё, раз рекламирую, значит, вот, блин, не отстану я сейчас от себя, пока не скажу вам это. Индивидуально пишется книга каждому человеку под его запрос. Она большая, ну, 60 страниц, два дня. Там идут тезисно шаблоны с уже, с новым применением, которые вам нужно просто читать и запомнить. Вам нужно прочитать на аудио и потом слушать в течение хотя бы, ну, месяца-двух, чтобы вам перестроить ваши нейронные связи, перестроить самым благополучным способом, чтобы они на вас ещё и работали, и вам энергию давали, и они вас двигали. Есть, что ещё? Есть ещё куча других курсов параллельных, но я бы посоветовала пойти на шаблоны. Это самый крутой. Вот, ну, я круче ещё, не знаю. Есть курс за 390 рублей в месяц. 390 рублей в месяц. Я даже не знаю, чашка кофе столько не стоит. Там 124 сейчас задания, я вот после Нового года добавлю ещё 50. На каждый день игра. Вытягиваешь, короче, пишешь листочки там сейчас, 124 листочка с циферками, вытягиваешь циферку 3 и читаешь третье задание. То есть задания на каждый день. По изменению шаблонов, по изменению старых привычек на новые. То есть там очень круто всё сделано. Тренируем мозг всякими задачками, делаем разные интересные уроки, решаем задачи, делаем интересные привычки, трансформируем шаблоны. Очень много заданий на вообще переосмысление мышления нашего. Как мы смотрим узко на мир в телескоп, не видя здания вокруг и слона вокруг, уверовали, что слон — это только морда, когда увидели, что на картинке это слон, нам сказали. Нам другие говорят, нет, это хобот. Мы такие, ну да, хобот. Другой говорит, нет, это нога, бог. Кто-то, нет, это хвост. И каждый свою правду говорит, а мы друг другу не верим, хотя никто не видит целиком. Не чтобы обменяться правдами, посмотреть на всё вот так вот вокруг, увидеть целого слона всем. Нет, каждый будет тянуть на себя свою правду. Вот мы так сидим и тянем на себя свою правду. Не хотим дальше отступать от этой правды. Так, дальше. Что ещё хотела сказать? Что у меня ещё есть? Видео, аудиоканал, текстовый канал, книжки, куча курсов, индивидуальные работы всякие разные, магическая таблетка. Что-то ещё вот 100% забыла. Вот просто 100%. Заходите в меню под видео и посмотрите. Потому что вам с таким умом и вашими проблемами идти в Новый год, в Новую эру нельзя. Вот, и у вас мало времени, понимаете? Время, оно не стоит на месте, а вы стоите. А когда мы стоим, а время идёт, то это стагнация. И не хочу вас пугать, вы просто сами трезво оцените, да, что в мире происходит. И, может быть, как будто вас дойдёт. Так, а по поводу эгрегоров, я уже сказала, меняем, сменили точку обзора, с того, что причина во мне. Я сам захотел, чтобы этот эгрегор, я его не отрицаю. Он есть, он существует, это круто, это классно. Почему-то я не знаю, но теперь я знаю. Я его создал для того, чтобы увидеть свои инструменты, которыми я не могу творить, а надо бы уже. Уже пора собирать свою целостность и единство, все отсечённые тёмные части, которые я не принимаю, и принять их в себе наконец-то. И увидеть, почему это круто, почему я отрицаю. Например, для меня кто-то жадных людей не любит. Каждый эфир про жадность, вот чтобы вы уже поняли, да, суть. Я не люблю жадных людей. Да жадный человек показывает, что вы жадность не используете. Надо каждый мир проживать жадно. Жадно любить, вот прям. Если любишь, то любишь. Уж если ешь, то наслаждайся. Если уж гуляешь, то гуляешь. Если смеёшься, то смейся, жадно. Если впитываешь знание, то не вот так вот поверхностно, а вот впитываешь, жадно знание. Жадность — это хорошо, это просто чувство. А то, что люди себе эту жадность во вред как-то используют или для вас, это уже способ применения. Мы за способы применения не отвечаем, отвечаем за чувства. И вот вам надо увидеть во всём, что это за чувства, да, что я отрицаю. Человек просто жадный пришёл вам показать жадность, что вы её тоже не так используете. Жадничаете на себе, жадничаете ресурсами своими, которые запрятали. Вот вы и жадный человек, вы самый жадный человек, если вы видите жадного. Если вы видите скупого, вы самый скупой человек, но эту скупость можно офигенно использовать с пользой. Если вы видите агрессивного, так это вы агрессор, но эту агрессию можно офигенно использовать с пользой. Мир будет рад, и вы будете рады. Это будет двигать, созидать и творить, и приносить пользу и любовь и благодарность, понимаете, но вы просто решили, что это плохо а тут пришёл эгрегор с людьми и показывает вам, блин, ну посмотри пожалуйста, это же, блин твоя часть тебя, вот, дарю то есть тебе подарки приносят все люди, вот все вокруг нас, птички, собачки, деревья они нам дары приносят, подарки а мы отрицаем, мы изначально решили, что это плохо и всё, ну это ум такой решил, что это плохо, определил а мы же даже будем тысячу раз понимать что мы неправы, когнитивный диссонанс такой, знаете, в психиатрии но будем всё равно доказывать свою правду, лишь бы не признаться себе что я когда-то был неправ ну разве эта правда вас сделает счастливым что вы стоите на правде которая, блин, вас убивает, которая не приносит вам пользу, не приносит радости, нет я знаю, что всё будет плохо блин, чувак, тебе приносит эта радость о том, что ты говоришь а человек прям радуется действительно, что всё будет плохо ой, я знаю, блин я не ценю себя кстати, ценность без ценности в следующее видео запишу сейчас чай попью вот надо умерить свою агрессию с этим эфиром релакснуть пойду чай попью и расскажу вам про ценности без ценности я уже сделала эфир с ценностью без ценностью но судя по тому, как все люди, которые ко мне приходят начинают мне транслировать ну или ты не ценишь себя в тебе столько всего но ты не ценишь себя я понимаю, что эту ценность никто не понял мне надо, значит, её ещё раз сказать это не значит, что я её не поняла но это в следующем эфире всё, ждём меня ждите что-то кто-то каждый и оно это было в говорят что говорили вот